приветствуем всех зрителей нашего канала в эфире радио архетип и мы сегодня рассмотрим вопрос который давно-давно назрел и который повторяется у нас довольно часто спрашивают люди недоумевают немножко иногда дело впутанится между психологическим и соционическим понятием интроверсии и в весьма распространенном явлении когда экстравертные логики типируют себя в интровертов это пошло еще от сьюзен кейн в некотором смысле которая написала книгу про силу интровертов причем сама она скорее экстравертный логик но она брала интроверсию скорее психологическую связанную с малообщительностью и с небольшим количеством энергии на то чтобы с людьми взаимодействовать позиции современные соционики психософии если мы посмотрим на этот вопрос то у нас уявляется довольно понятная картина когда у нас и в интровертов себя типирует экстравертные логики как правило с низкой эмоцией как правило ну и даже порой и высокая эмоция она не особо помогает себя в определении в экстраверты поскольку у нас есть изначальная штуковина с общительностью не общительностью которая связана с этикой у экстравертных логиков не очень много энергии на то чтобы общаться с людьми они не очень хорошо в людях разбираются и из-за этого иногда людей несколько сторонятся если они предпочитают какой-то отдых то он часто не связан совершенно с людьми если они предпочитают какие-то развлечения опять же они не всегда связаны с людьми и вот это не общительность некоторая замкнутость и некоторая отстраненность и оторванность от других людей она очень часто принимается за интроверсию потому что в очень многих источниках необщительность связывается с интроверсией но на самом деле с точки зрения соционики под экстраверсии и интроверсии понимается нечто другое и если мы еще посмотрим с позиции психософии то у нас получается сразу несколько параметров которые в психологии были сведены в один у нас есть эмоциональность человека у нас есть общительность человека и у нас есть интроверсия и экстраверсия то есть это три отдельных параметра которые в психологии все сведены к интроверсии либо к экстраверсии но если мы посмотрим с позиции соционики и психософии то у нас может быть экстраверт малоэмоциональный не особо общительный но при этом это экстраверт Бывают, конечно, и более каноничные проявления, когда у нас есть интроверт, он и малоэмоциональный, и малообщительный, и это вообще прям канон, вот, то есть тут как бы таких сложностей не возникает при самотипировании, но чаще всего бывает какое-то несовпадение с традиционным пониманием экстраверсии-интроверсии, и возникают некоторые сюрпризы, порой это бывает сложно определить, когда у человека недостаточно опыта в соционике, либо он не совсем разобрался, в чем разница между психологической интроверсией и соционической. С точки зрения соционики, экстраверсия-интроверсия описывает установку человека, точнее психики человека на внешний мир или на внутренний мир, и это очень хорошо видно, когда человек что-то рассказывает о себе, о том, как у него прошел день, о том, как он куда-то съездил, ну, в общем, о каких-то событиях в своей жизни, когда человек рассказывает, довольно хорошо можно отследить у него экстравертную установку или интровертную установку. Экстроверты, они очень ярко ассоциируют себя со всем, что происходит вокруг. Они воспринимают себя как часть внешнего мира, и когда рассказывают о себе, рассказывают о каких-то событиях, связанных с собой, они в первую очередь рассказывают о том, что происходит по ту сторону, о других людях, о других событиях, о каких-то ситуациях. Если же интроверт рассказывает обо всем том же самом, он четче выделяет в этой ситуации себя. Он ярче описывает не внешнюю ситуацию, а то, что с ним происходило в этой ситуации, как на него повлияла эта ситуация, что он сам чувствовал в этой ситуации. То есть у интроверта отделение себя от мира и вообще выделение себя самого, оно проявлено ярче, чем у экстраверта. Я думаю, будет интересно посмотреть в комментариях, напишите, пожалуйста, если у вас был опыт типирования себя в интроверты, а потом вы самостоятельно или, может быть, с нашей помощью пришли к тому, что вы экстравертный логик, например. И насколько общительным человеком вы себя считаете при интроверсии либо экстраверсии. Также будет немаловажно увидеть мнение этиков, например, которые себя из-за своей общительности или малообщительности типировали в интроверты или в экстраверты. Будет интересно увидеть экстравертных этиков, которые себя считают или считали интровертами. И что вас к этому побудило, напишите, потому что это будет действительно интересно, когда человек описывает изнутри, как у него это все видится, как он смотрит на самого себя. Это может быть одна ситуация, когда он приходит на типирование, получает обратную связь от нас со стороны, как от людей, которые занимаются этим много лет и видели уже много всякого разного, интровертов и экстравертов всяких насмотрелись с разными психосовскими типами, то это может быть такой достаточно интересный опыт в познании самого себя. Ну и еще закончу мысль, почему экстравертные логики себя часто в интровертов отправляют, именно из-за вот этой оторванности от других людей. Но если мы общаемся с экстравертным логиком, который считает себя интровертным, если мы его наблюдаем во время типирования, мы очень ярко все равно видим вот эту установку на внешний мир. У экстраверта будет больше потребность в каких-то внешних впечатлениях, но при этом не обязательно будет потребность в связях активных с другими людьми. Поэтому экстравертные логики, они очень часто могут отправляться в какие-нибудь одиночные походы, в одиночестве ездить в какие-нибудь поездки достаточно длительные. То есть человек остается замкнутым, остается необщительным, но при этом он очень активно взаимодействует с внешним миром, и у него есть очень большая потребность для того, чтобы получать какие-то новые впечатления, новый опыт. Поэтому если вы еще никогда не типировались по соционике и предполагаете в себе интроверта, рассмотрите вариант такой, что вы можете быть экстравертным логиком, например. Потому что это далеко не очевидно, если не вникать в детали, если не вникать в сами соционические понятия. Психологическая экстраверсия довольно сильно отличается от соционической, вот поэтому имейте это в виду, когда будете типировать либо себя, либо кого-нибудь из своего окружения, либо когда кто-то вам будет рассказывать, что «О, я стопроцентный интроверт». Это всегда нужно проверять и смотреть, что конкретно стоит за этим утверждением, и что именно человек вкладывает в понятие интроверсии. Да, рассказывайте свои истории про экстраверсию, интроверсию, про самотипирование, про этот опыт. Благодарим за внимание, увидимся в наших новых выпусках, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!